Научный институт имени Лукьянинг – это своего рода большая лаборатория для выращивания сортов пшеницы. Здесь десятилетиями ученые селекционеры работают над выведением новых гибридных сортов различных зерновых культур. Институт уже давно считается флагманом сельскохозяйственной науки в Северокавказском регионе. Посмотреть на достижения кубанских селекционеров сегодня приехали помощник президента Андрея Фурсенко, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Кутюков и губернатор Вениамин Кондратьев. Знакомство начинается со святая святых фитотрона тепличного комплекса. С момента строительства, это без малого полвека, здесь выводят новые сорта, тестируют их на устойчивость к морозам. Об успехах в селекционной отрасли рассказывает зав. отделом Людмила Беспалова. Сегодня институт работает на всю европейскую территорию России и далеко за ее пределами. Кубань может поставлять семена, быть большим донором семян и поставлять сотни тысяч тонн семян по всей Российской Федерации. Светотронно-тепличный комплекс нам позволяет работать на будущее. И у нас огромное количество материала идет по сегодня новым методам. Советам ученых-селекционеров института Лукьяненко всецело доверяют и кубанские аграрии, подчеркивает губернатор Вениамин Кондратьев. От этого и высокая урожайность. Сегодня институт Лукьяненко, это на самом деле гордость Кубани и гордость России. Я о чем говорю? О том, что я езжу по районам. И вот селянин сегодня, он доверяет и опирается сегодня на этот институт. Это самая главная оценка. Самая главная оценка. Это оценка тех, кто работает в поле. И сегодня все сорта, все селекции, которые ими, их руками делаются, в том числе и этими, пользуются сумасшедшим доверием и оправдывают себя на полях, на наших кубанских полях. Уже не в тепличном комплексе, а под открытым небом гости осматривают поля. Все, что здесь высажено, тестируется по многим показателям, рассказывают ученые. Ведь главная особенность селекции в том, чтобы видеть растения каждый день. Утром, днем и вечером. Наблюдать за ними. Знакомство с кубанской землей гости продолжают в воздухе. С высоты птичьего полета хорошо видно, какие земли уже осваиваются, а какие простаивают в холостую. На некоторых даже просматривается коммерческая стройка. В Красноармейском районе делегация побывала на рисовых полях, а в Кореновском – на опытно-семеноводческом хозяйстве Березанское. Итоги рабочего дня губернатора, московские гости и ученые подводят уже в кабинете. Помощник президента Андрей Фурсенко дает свою оценку и отмечает, что вопрос развития семеноводства поднят на федеральном уровне. И как раз Кубань может стать главной площадкой по селекции, как в растеневодстве, так и в животноводстве. Сегодня это приоритетное направление в развитии агропромышленного комплекса. Имея сильную научную базу, регион может стать примером для других. Есть поручение президента. Сейчас, видимо, будет подготовлен документ, который подпишет президент о развитии научно-технологического направления в агропромышленном комплексе. Именно поэтому мне было поручено приехать сюда. То, что сегодня делается на Кубани, это может быть образцом. Может быть основой для подходов, которые, ну, по крайней мере, растеневодствия могут использоваться в большей стране. Именно поэтому земля, которая, я понимаю, она золотая земля на Кубани. Определенную часть этой земли мы должны использовать не для производства товарного зерна, оно должно использоваться для будущего. И сегодня от Кубани во многом зависит продовольственная безопасность всей страны. Но говорить об импортозамещении нельзя, если большая часть семян привозится из-за рубежа, подчеркивает губернатор. Исправить ситуацию можно благодаря науке и собственному семянному фонду. Нам, конечно, нужен сегодня собственный российский кубанский семянный фонд. А это, конечно, только наука. Сегодня поддержать науку, это значит поддержать сегодня нашу селекцию, значит поддержать завтрашний день. С точки зрения, что мы будем обеспечены собственными, потенциально не только даже семенами, а продуктом питания, который важен для любого региона, любой страны. Мы готовы стать площадкой для перезагрузки российской науки. Поэтому здесь очень важно для нас, чтобы сегодня с вашим приездом придать определенные точки роста, новое ускорение, может быть определенную модернизацию нашей кубанской науки, чтобы было четкое понимание, что сегодня можно еще с точки зрения потенциала здесь нам сделать. Кубань во все времена по праву считал житницей России. Чтобы поддерживать и развивать семеноводческий потенциал, нужно грамотно использовать природный ресурс. Земля, за которой следят и на которой работают, дают свои плоды. Губернатор еще раз подчеркивает, есть научные институты, где ученые каждый день выходят в поле. А есть и такие, где полевых работах забыли давно. Мы сегодня увидели поля, которые принадлежат научным организациям, объединениям. Конечно, где-то они вовлечены в оборот, в селекционный оборот. Где-то они, сегодня мы увидели площадки, как я уже сказал, колосятся, где-то забракованы, где-то еще надежда терпится, где-то есть абсолютно уверенность в том, что мы получим новые сорта и новую урожайность. Вот, конечно, это радует глаз. И такие институты, они должны быть, они должны, наоборот, расширяться и поддерживаться. Другие институты, которые сегодня тоже находятся, конечно, может быть, в определенной части оставляют желать лучшего. Но земля находится у этих институтов. Она сегодня является предметом уже различных схем с точки зрения коммерческих структур, в том числе и строительных. Является объедом нападка и вывода из государственной собственности даже. Поэтому здесь нужно здравое решение. Я надеюсь, что сегодня под вашим руководством оно будет найдено. По итогам объезда решили провести еще несколько встреч. Федеральное агентство научных организаций готово передать часть земель, которые находятся в их ведомстве, в оборот Краснодарского края, чтобы регион мог их полноценно использовать в своей экономике. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24.